МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Израиль за неделю». На исходе каждой субботы я, Борис Штерн, и мои коллеги рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. И вот она первая неделя 2020 года. Снег в Израиле не выпал. Но все остальное – настоящая зима, дожди, холодно, Новый год и попытка осмыслить, как мы прожили год 2019-й. Прошедшие 12 месяцев у нас прошли под знаком выборов. И выборы в нашей жизни не закончились. Тут даже напоминать не надо. В следующий раз мы отправимся на избирательные участки уже 2 марта. Но пока есть еще время. И можно немножечко расслабиться. Ну и, соответственно, подвести некоторые итоги 2019-го года. Итак, сегодня в программе «Израиль за неделю». Всемирный фронт. В 2019 году отношения Израиля с США и Россией достигли пика. Что выиграл и Иерусалим на международной арене. И что проиграл из-за близкой дружбы с Вашингтоном и Москвой. По праву сильного. Итог 2019-го года – это противостояние на три фронта. Хамас, Хизбалла, Сирия и Иран. Главные враги еврейского государства. Куда исчез мирный процесс? И реанимируют ли его в 2020-м? Вечные выборы. Третьи выборы за календарный год. Где ошибка? Что повлияло на печальные итоги 2019-го? И почему? За облака. Один из главных спортивных итогов года. Татьяна Абрамсон покорила восьмитысячник Монаслу в Гималаях. Что увидела израильтянка, поднявшись в облака? Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Если оценивать 2019-е с точки зрения большой международной политики, то у Израиля получилось, если не все, то очень многое. Конечно, было трудно. Но так или иначе страна смогла получить многое из того, что ранее на международной арене получить было невозможно. Во-первых, это, безусловно, американское признание израильского суверенитета над Голландой. Такого подарка от администрации предыдущего президента США даже и представить себе было невозможно. А здесь просто чудо. Трамп официально признал Голланды частью Израиля. Во-вторых, опять же, американское признание легитимности еврейского присутствия за зеленой чертой. Напомню, что теперь администрация Трампа рассматривает израильские города Иудеи и Самарии как территорию Израиля. В-третьих, дружба и сотрудничество с Кремлем. Здесь, конечно, все не так просто, но Израилю удалось даже, несмотря на множество противоречий, убедить Москву, например, не реагировать жестко или не реагировать вообще на удары ЦАЛ по инфраструктуре Ирана в Сирии. По Хизбалле и даже локальные конфликты с Хамасом не воспринимались в этом году Россией как прежде. К непозитивным итогам года стоит отнести решение ЕС о маркировке израильских товаров из Иудеи и Самарии как товаров, произведенных на оккупированных территориях, и решение Международного уголовного суда о начале расследования в отношении израильских политиков и военных за якобы совершенные преступления против палестинцев тоже не самый приятный момент декабря 2019-го. Но, как считают эксперты, оба этих события скорее попытка ЕС, Евросоюза хоть как-то вернуться в регион в качестве легитимного игрока и глобально итогов 2019-го эти события никак не портят, просто добавляют к ним реализма. К нам в студии присоединились бывший посол Израиля в России и Украине Цви Маген и политолог-американист Эли Каждан. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Безусловно, подводить итоги 2019-го года очень трудно, но вот я выделил несколько тем, и мне кажется, что для вас они в том числе актуальны и все-таки на личном уровне. Для вас 2019-й год насколько был удивительным с точки зрения жизни Израиля в неком большом глобальном международном сообществе Цви? Ну, ничего особенного не происходило за этот год, так что можно его суммировать как более или менее похоже на все остальные. Нормальный год, много проблем нерешенных, между прочим, но если подходить, так сказать, к концу, то можно сказать, что пронесло нормальный год. У нас масса нерешенных проблем и внутренних, и внешних. Мир трясет, как в лихорадке, но мы выживаем пока, так что я могу сказать, что можно начать на следующий. Эли, с точки зрения израильско-американских отношений, все-таки, наверное, были удивительные события. После президентства Барака Обамы Трамп для нас оказался неким глобальным большим подарком, или все-таки так же, как и Цви, вы считаете, что ничего особенного не произошло? Ну, во-первых, я бы сказал, что на Ближнем Востоке никогда нельзя подводить итоги, потому что динамика, процессы, все, что-то начинается, что-то заканчивается, так что подводить итоги никогда здесь не надо. Я бы сказал, что 2019 год в смысле израильских-американских отношений довольно интересный год. Довольно интересный год. Мы должны прекрасно понимать, что, с одной стороны, никогда не было таких прекрасных отношений на личном уровне, как сейчас между президентом Трампом и премьер-министром Бени Минтаняу. Такого никогда не было. То, что называется access, то есть подход к американскому правительству, у нас дверь открытая, все завидуют. Это из-за того, что из-за нашего посла Тамара Рон Дермера, посол Америки в Израиле, Фридман, Джаред Кушнер, сам Трамп, Бени Минтаняу, потрясающие отношения, лучше трудно себе представить, с одной стороны. И надо помнить, что как минимум в первом туре наших выборов, и может даже во втором немножко, господин Трамп подыгрывал Нитальяу. Подыгрывал немножко, да, во втором раз меньше, как мы видели, он уже считает немножко, что Бени Минтаняу немножко лузер, все-таки уже третий, может быть, четвертый раунд выборов, это как бы ему не очень приемлемо. Но отношения были потрясающие, и посольство в Иерусалиме, и Голланы, и вообще подход к Белому дому такого не было. Но с другой стороны надо иметь в виду, что одновременно одновременно израильские отношения с Америкой стали неотъемлемой частью американской политики. Демократы против республиканцев. То есть конфликт там сохраняется. Конфликт там сохраняется, и мы становимся, к сожалению, частью этого конфликта. То есть надо иметь в виду, что, конечно, мы не выбираем своих друзей. Когда есть президент, который к нам хорошо относится в Белом доме, его нужно обнимать. И коль скоро он нас обнимает, нам это очень-очень приятно. Но в какой-то момент здесь может быть другой премьер-министр, и в какой-то момент даже и там может быть другой президент. Да, вынужден добавить долю цинизма к уже сказанному. Ну, смотрите, для сравнения были прекрасные отношения между нашим премьер-министром и, допустим, президентом России, господином Путиным. И масса встреч, 14 раз встречались, и вели совместные там те или иные политические, военные действия в разных государствах. Но все же, если суммировать, то к концу приходят уже более, так сказать, охладевших, как охладевшим отношением, начинаются проблемы и нерешенные там вопросы, которые остаются на повестке дня. То же самое, по-моему, произойдет с Соединенными Штатами. С одной стороны, действительно, у нас очень масса позитива со стороны Трампа, с одной стороны, но мы еще до конца не понимаем, что кроется за этим, за этой сделкой века и еще мало других нерешенных вопросов. Так что, если суммировать, я возвращаюсь к уже цинично сказанному, что я еще не знаю, чем это кончается, но будем надеяться на позитив, да. Отношения между Израилем и Россией, насколько они были важны для Израиля и насколько они были важны в течение 2019 года для России? Если обойти вообще принцип хороших отношений, что это действительно желательно всегда и везде, то все последние годы для России было очень важно хорошее отношение с Израилем. Напоминаю, Россия находится в Сирии, тоже немалозначимо и для Израиля. Она находится там не абы как, а именно ведет те или иные военные операции и израильское присутствие на границе с Сирией могло так или иначе воздействовать, негативно. Поэтому, не договорившись с Израилем, невозможно было и пока тоже невозможно решать что-либо в Сирии, на территории Сирии. Поэтому для России было очень важно договориться, что и было сделано. Те 14 встреч, это тоже не просто так, а для того, чтобы утрясти вопросы и решить те проблемы, если они существуют, договориться. Кто добился того, что было необходимо ему, Путин либо Израиле, Нетаньяу? В конце концов договорились оба. Потому что существует, пока существует какая-то договоренность, что Израиль не мешает России реализовывать свою политику в Сирии, есть какой-то нейтралитет по отношению к существующему режиму и благодаря этому этот режим пока существует. Но с другой стороны, Россия не мешала Израилю вести свою политику по отношению, скажем, к его основному противнику, Ирану, который присутствует в Сирии и ведет свою негативную, скажем, деятельность по отношению к Израилю. И обе стороны были, по-моему, удовлетворены. Теперь вопрос меняется в какой-то мере и обе стороны должны договориться. Я смею предполагать, что они сумеют договориться, потому что через месяц так или иначе нужно уже суммировать весь этот вопрос. Уже на следующей, на очередной встрече обоих глав государства уже на сей раз у нас здесь. В Соединенных Штатах следили за этой сложной схемой отношений между Израилем и Россией? Либо для Вашингтона отношения с Москвой это отдельная вообще история от израильской и ближневосточной? Конечно, следили. Конечно, следили очень активно. Так же, как они следят за нашими отношениями с Китаем или с Индией. Это для Соединенных Штатов Америки очень важно. Надо иметь в виду, и здесь как бы Цвист сказал немножко с цинизмом в первую часть, я добавлю. Мы иногда забываем, у нас есть такая надежда, может быть иллюзия, что мы как бы в центре мира, что наши интересы всегда совпадают с интересами, глобальными интересами Соединенных Штатов Америки, с глобальными интересами России. Надо себе напомнить, что мы все-таки маленькая довольно страна. И очень приятно, когда наши интересы совпадают с их интересами. Но в конце концов, интересы Соединенных Штатов Америки, они интересы в данном случае господина Трампа. Интересы России, это интересы Путина. Иногда совпадают. И нужно дать честь господину Таняу в течение многих лет. Сумел очень-очень хорошо вести отношения и с тем, и с другим. Но в конце концов, мы еще не знаем, куда это идет. И поэтому подводить итоги 2019 года рановато. Именно из-за того, что и наша ситуация сейчас нестабильна. Тот факт, что мы идем на еще один раунд выборов. Все на нас смотрят с обеих сторон. И не только. А все-таки, есть ли у нас стабильная демократия? А есть ли у нас правительство? А будет ли у нас настоящий премьер-министр? И это очень влияет на отношения стран. Но с точки зрения большой международной политики, Израиль выполнял действительно функцию некого связующего звена между Вашингтоном и Москвой в течение года, поскольку у них были далеко не самые лучшие отношения? По-моему, действительно, это тот вопрос, где сходятся интересы этих глобальных держав. И здесь присутствует Израиль, так что не следует умолять его значимость по этим вопросам, естественно, не преувеличивая. Но все же Соединенные Штаты очень заинтересованы в решении комплекса вопросов, касающихся отдельно России с ее политикой во всех регионах практически. И по вопросам, касающимся Ближнего Востока, где Россия играет сегодня очень заметную роль, и Соединенным Штатам немалозначимо решить вопрос, касающийся Ирана, и касающийся присутствия России в Сирии, с внучними с Ираном. И в этом контексте Израиль тоже играет роль. Напоминаю встречу главы национальных, нацбезов, то, что называется, да, главы Совета национальной безопасности, троих, которые произошли в израильском месяце назад, и где договорились именно об этом сотрудничестве по вопросу России, Ирана, Соединенных Штатов, Израиля, что и приятнее всего реализуется. Если бы я должен был выбрать какой-то отдельно взятый элемент, чтобы обозначить этот год, я бы сказал, что именно этот вопрос, он один из самых значимых, и он еще пока, по-моему, не решен, ввиду этого у нас осложнения с Россией по сирийскому вопросу, но это вопрос в процессе решения. Но надо иметь в виду, и ЦВИК, конечно, знает лучше, чем я. Израиль является связующим звеном между Америкой и Россией уже не первый год, и не пятый, и не десятый. Я помню, с 96-го года, ЦВИК, может быть, даже помнят и раньше. Мы всегда играем очень интересную роль. Маленькая страна, но все-таки являемся этим мостом между Востоком и Западом, между Россией и Соединенным Штатом Америки. Не раз, и опять связано, заметно лучше меня, к нам подходили наши приятели и друзья с Россией, и мы в той именно форме лоббировали их интересы в Америке. И в какой-то мере этим звеном мы всегда были, и, возможно, еще некоторое время будем. И во всей этой истории, то есть в течение всего 2019-го года Евросоюз, который, как правило, очень активно работал на Ближневосточном поле, вот он, как бы, получается, выпал и на фоне России, и на фоне Соединенных Штатов. Евросоюз, это, как говорят, отдельная история, с ним не все ясно, не все ясно. У Евросоюза свои проблемы, своя головная боль, свое видение будущего развития с одной стороны. С другой стороны, Евросоюз находится как раз между Соединенными Штатами и Россией в конфликтной ситуации и должен решать вопросы выбора лагеря, он не будет решать, он, естественно, на стороне Соединенных Штатов, но есть масса вопросов, с которыми они не согласны. И он ищет свой, как говорят, свой путь. На данном этапе горизонт там очень затуманен. По отношению к Израилю, Ближневосточным проблемам, он не всегда играет адекватную роль. Евросоюз, есть там масса, так сказать, мнений и давлений, и по отношению к Израилю, по отношению здесь существующим проблемам, включая палестинскую проблему, не всегда на нашей стороне, и хотелось бы другого, скажем, подхода. Но, слава Богу, у Евросоюза есть свои проблемы. И национализм в разных странах, и Брекзит, и финансовые проблемы. Так что, слава Богу, у них есть достаточно своих собственных проблем, и очень хорошо, что у них нет ни времени, ни внимания, ни терпения, в каком-то смысле, к нашим... Заниматься всем, что у нас происходит. И прекрасно понимаешь, что в данный момент и решения как бы немедленного нет, и Трамп это тоже понимает, но они как бы... у них есть возможность, наконец, немножко чуть-чуть отойти в сторону, и то хорошо. Последняя история 2019 года, которая впечатлила, по-моему, всех, это решение международного уголовного суда, которое мы не признаем, американцы не признают, а европейцы как раз признают решение начать расследование по поводу якобы военных преступлений. Как оно укладывается вообще в общую историю года? Это то, чего добились европейцы, и то, чему нам предстоит противостоять в 2020-м? Я думаю, что игнорировать это невозможно. Я думаю, что в каком-то смысле они... это, я думаю, что нас очень удивило, потому что как бы уже несколько раз были возможности к нам приходить с претензиями, и они этого не делали. Я думаю, что говорить, что мы как бы не принимаем этот суд, мы к нему не относимся, в принципе, я думаю, что это неправильный подход, и у этого суда есть свои возможности, у нее есть свои силы. Я думаю, что в 2020-м году нам придется с этим так или на точке бороться, и уже начинаем. Я же сказал жестче. По-моему, это составная той информационной войны, которая ведется против Израиля разными игроками, в частности, Евросоюзами, в частности, БДС, то, что называется, и теми или иными игроками, которые так иначе увязаны на этот суд. Так что, в той или иной мере, это и есть очередной ход антиизраильского толка, а не просто объективные юридические разборки. Но я смею надеяться, что есть достаточно сил и у Израиля, и у его друзей, чтобы это как-то так или иначе разрулить. Что ж, господа, я думаю, что это позитивный итог нашей студийной беседы. Большое спасибо за участие в программе, ваши комментарии, и хорошего 2020 года вам. Спасибо. Спасибо. Успехов. С Новым годом. Смотрите далее в программе «Израиль за неделю». По праву сильного. Итог 2019 года – это противостояние на три фронта – Хамас, Хизбалла, Сирия и Иран – главные враги еврейского государства. Куда исчез мирный процесс и реанимируют ли его в 2020-м? Вечные выборы. Третьи выборы за календарный год. Где ошибка? Что повлияло на печальные итоги 2019-го? И почему? За облака. Один из главных спортивных итогов года. Татьяна Абрамсон покорила восьмитысячник Монаслу в Гималаях. Что увидела израильтянка, поднявшись в облака? Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Ближний Восток в 2019-м, как и ранее, оставался взрывоопасным регионом. Враг Израиля номер один – Иран максимально активен везде – от сектора Газа до Ливана и Сирии. И по мнению израильских политиков и экспертов, именно Тегеран продолжает оставаться угрозой с точки зрения региональной безопасности. Весь год цель активно противостоял Ирану сразу на всех фронтах. В Сирии планомерно уничтожались объекты Тегерана, что не позволило закрепиться Айтолом там окончательно и бесповоротно. В Ливане проиранская Хизбалла оставалась главной головной болью Иерусалима. И там несколько раз ситуация доходила до прямого конфликта и чуть ли не начала очередной региональной войны. Сектор Газа в немалой степени за иранские деньги проявлял активность и регулярно обстреливал территорию Израиля, что также стало причиной нескольких серьезных обострений в течение 2019 года. Мирный процесс, который американцы так хотели реанимировать в виде сделки века, так и не ожил. И похоже, что в 2019 о нем толком никто и не вспоминал, что максимально снизило уровень контактов между Рамалой и Иерусалимом. Похоже, что ни у нас, ни в палестинской автономии, а в возобновление каких-либо переговоров не верит никто. Хотя все понимают проблему отношений между палестинцами и евреями. Рано или поздно придется решить. К нам в студии присоединилась эксперт междисциплинарного центра в Герцлие, арабистка Ксения Светлова. Ксения, добрый вечер. Добрый вечер. Сложный год, безусловно, я думаю, что вы с этим тоже согласитесь. И вот этот вот странный эпизод в конце вот всей истории мирного процесса больше нет. Его нет ни в каком виде. И то, что раньше определяло, что делает государство, чем занимается правительство в том или ином виде, сегодня отсутствует вообще. Ну вообще, на самом деле, Борис, можно так охарактеризовать все прошедшее десятилетие. Потому что мы ведь подводим итоги не только года, но и можем спокойно поговорить о том, что было на протяжении последних 10 лет, вернее, чего там не было. Кроме очень скромных и очень краткосрочных попыток с обеих сторон возобновить мирный процесс, это было в 2011 году, потом ненадолго в 2013-2014 году, по сути дела никаких переговоров тот, кто был у власти в Израиле все это время. То есть тогда хотя бы были попытки, а сейчас этих попыток не плачет. Нет, нет, это были попытки Барака Обама. Давайте уже на чистоту говорить. Да, это были попытки Барака Обама. И он буквально навязал свою непреклонную волю тогда премьер-министру Бенемина Нитиняу. Тот делал вид, что честно выполняет условия переговоров, то есть приходил на встречи, посылал переговорщиков, то, что нужно, как бы делал, но не вкладывал в это, конечно, никаких усилий, никаких попыток действительно прийти к какому-то заключению. Точно знаю абсолютно, что ему в его этой партии во второй раз точно не простят. Мы можем просто вспомнить итоги голосования 99-го года, как бы когда Нитиняу наказали за это мандатами. Поэтому больше он это повторять, конечно же, не стал. Поэтому вот так вот прошли 10 лет. И, конечно же, немножко наивные попытки президента США Дональда Трампа реанимировать, как вы сказали, мирный процесс, учитывая, что с одной стороны он просто не разговаривает, да, то есть с палестинцами, а с другой стороны во всем согласен, как бы, ну, понятно, что, в общем-то, это было обречено на, ну, хотя бы на, если не на полный провал, то хотя бы на какой-то застой. А учитывая, что у нас предвыборный год в США, у нас может поменяться власть в Израиле, сейчас нет правительства вообще. О чем можно говорить? Но получается тогда, что вся вот эта история, сформулированная в словосочетании, во фразе «два государства для двух народов», это нечто, что мы оставляем в прошлом десятилетии, а в новое десятилетие эта история не попала? Я думаю, что она не попала в прошлое десятилетие, но она при определенных условиях может попасть в следующее, да, то есть сама формула как таковая, она все еще годна сегодня, она все еще годна сегодня, она все еще применима, да, то есть если мы попробуем посмотреть на условия, насколько они изменились по сравнению, допустим, с 2009 годом, когда прервались переговоры, которые вел тогда Иуд Ольмерц и Пеливни с палестинской переговорной командой. Они не изменились настолько, что можно было бы говорить о том, что не может быть этого никогда, потому что этого не может быть никогда. Но три вопроса, которые нужно задать, как бы, во-первых, кто будет у власти в Соединенных Штатах, кто будет у власти в Иерусалиме, кто будет у власти, в конце концов, в Ромале, где 84-летний президент, он пока остается все это время на своем кресле, и, ну, понятно, что борьба за власть там уже как бы идет вовсю. Поэтому эти три человека будут формировать следующее десятилетие, по крайней мере, его начало. И личность, это просто удивительно, насколько мы не знаем ничего о том, кто будет возглавлять все эти страны, и одну, две страны, и одну недостранную палестинскую автономию в ближайшие годы. Да, действительно, задача с тремя неизвестными. Мы посмотрим, как это будет все развиваться. Еще одна тема, которая, безусловно, определяла историю Ближнего Востока за это десятилетие – Иран. Иран. Иран не удается погасить ни санкциями, ни прямыми или косвенными военными конфликтами. И получается, что Иран диктует все, что происходит в регионе, а мы лишь уже подстраиваемся. Ну, можно посмотреть на это так. Можно посмотреть на эффект экономических санкций и то, как они бьют по иранскому карману. Конечно же, страдают простые люди, как всегда, в подобных ситуациях. Они страдают в Газе, они страдают от санкций в Тегеране гораздо больше, чем все айтолы вместе взятые и их сыновья, которые учатся за границей. И в ус не дуют, и, в общем-то, и в бороду тоже, как бы, да, там не свистят. Поэтому в этом отношении санкции действуют на всю систему. Это огромная нагрузка. Меньше денег для Хизбаллы. Меньше денег для других дорогостоящих приключений, например, в той же Сирии. Если мы говорим сейчас о восстановлении послевоенном Сирии, и не только о строительстве военных баз, то есть и на то, и на то нужны деньги. Их становится все меньше и меньше. Поэтому однозначно можно сказать, что санкции действуют. Приведут ли они к падению режима? Нет, не приведут. Это об этом указывает просто, это указывает вся международная практика наложения санкций на вот такие вот режимы. По-английски называется rogue regimes. Бунтующие, как бы, режимы, наверное, можно так назвать. Неподчиняющиеся режимы. Поэтому придется, наверное, если цель, я не уверена, что это цель, но если вам из США считают, что это цель, в конечном счете, то придется действовать, конечно, за всеми иными методами. Но санкциями можно, да, можно отбить аппетит к действиям, которые, скажем так, не вписываются в концепцию мироустройства и безопасности, например, в зоне Персидского залива. А нас мало кто думает в этом контексте. То есть для США Иран, это прежде всего, это угроза, так бы, да, в Персидском заливе, это угроза для Саудовской Аравии. И во вторую же очередь, это то, что происходит здесь, поддержка режима Асада, восстановление Сирии, строительство там военных баз и так далее. Но кто здесь победитель, а кто проигравший? То есть, с одной стороны, денег у Хамаса стало меньше, а обстрелов, ну, не стало намного меньше, а обстрелы стали намного более жестче. В Ливане тоже с финансированием, судя по всему, не все, слава богу, но инциденты, ну, крайне выпиющие и достаточно всех напугавшие в Израиле. Где же вот тот человек или та сторона, которая проиграла и победила? Ну, мы говорим, прежде всего, о долгосрочных процессах, которые не начались в 2019 году, они не закончатся в 2020 году. Главный бенефициар, например, иранских денег в секторе газа, это не Хамас, это, конечно же, исламский джихад. Эта организация небольшая, она не отвечает за гражданские вопросы, ей не нужно заботиться о том, чтобы в школах были учителя, у детей были учебники и всякие такие ненужные вопросы. Их совершенно не интересует, поэтому их задача стрелять, и они во многом сейчас форсировали вот темп развития конфликта с сектором газа. Хамас, со своей стороны, конечно, тоже не стеснялся, когда требовалось, что стрелял, понимая, что он останется безнаказанным. Наверное, это то, что главное. Не то, сколько у них денег от Ирана, а сколько, что может вообще сделать Израиль для того, чтобы, или, например, Египет со своей стороны для того, чтобы ввести блокаду. Ну, вводили уже блокаду, да. А что еще можно? Можно, например, начать военную операцию. Так уже же были, как бы, да, то есть уже были три крупные военные операции и бесчетное количество небольших. Но, тем не менее, насилие прекращается. Поэтому я думаю, что пришла пора взвесить дипломатические варианты, которые исключат Хамас из формулы, исключат Хамас из игры. Играть нужно с умеренными. Умеренная это палестинская автономия. Там есть тоже свои вопросы, очень, как бы, непростые вопросы о том, кто будет, кто унаследует обумазана, как бы, как можно их вернуть в сектор газа. Но от этого не уйти. Все это десятилетие, не только 2019 год, израильское правительство делало вид, что газы это отдельно, а западный берег это отдельно, что соединить их не только что нельзя, не надо их соединять. Потому что давайте договариваться с этими, и с этими отдельно, каким-то образом, и оно будет разделяя власть, и классический метод не сработал. Не сработал, в 2020-м придется что-то попробовать новенькое. Все, что происходило в этой связи в нашей стране, интересовало наших соседей в палестинской автономии и в том же секторе газа. Они вот сейчас, перед мартом, когда у нас все готовятся к выборам, они у себя обсуждают эту тему, они ставят лучше не Таньягу или хуже не Таньягу, лучше Ганс или хуже Ганс. Для них что-то может поменяться? Ну, если мы говорим о главарях террористов, то там один вопрос, с ними все понятно, но более-менее, конечно же, обыкновенных жителей газа, израильская политика, она интересует, но постольку поскольку. Потому что значительная какая-то разница между, например, двумя претендентами на власть, Ганс и Таньягу, они не видят. То есть они не видят, как это, учитывая, опять же, предвыборную кампанию, мы помним, просто прошлую кампанию Ганса, когда он говорил, что я стер там с лица, многих я порезал, многих перерезал. Вот, то они для себя не видят какого-то, не ощущают какого-то, какую-то возможность, какой-то перспективы. Но очень внимательно следят за вот этими перипетиями нашими, демократическими, потому что понятно, что с 2007 года Хамас правит в Газе, с 2004 года Абумазом правит в палестинской автономии, в ее части, которая Западный берег. Никто из них не избирался уже много лет. Выборов, про них сейчас много говорят, но я не уверена, что они будут и в 2020 году. Поэтому нам кажется, что у нас слишком много выборов, а в Газе и в Ромале говорят, что у них слишком мало выборов. И так, и так плохо. Что ж, да, подвели итоги года и даже некоторые прогнозы на 2020. Ксения Светлова, большое спасибо за участие в программе. Спасибо. С наступившим Новым Годом. С наступившим. Чтобы был хороший год. Спокойный. Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Политические итоги 2019 года укладываются в одно единственное слово – выборы. За прошедшие месяцы мы дважды голосовали, в апреле и в сентябре. Итог одинаков – КНЕСЭТ есть, правительства, точнее, коалиции нет. И правые, и левые, похоже, понимают, что Израиль вступил в принципиально новый период в своей истории. Избирателю вроде и важна идеология, но ее столько, и она до такой степени разная, что общее количество голосов израильтян дробится в совершенно несобираемый пазл. Еще вчера было достаточно понимать, ты за правых или ты за левых, и просто голосовать. Сегодня этого уже недостаточно. 2019 год это продемонстрировал. Нетаньягу дважды, один раз формально выиграв выборы, а второй раз формально их проиграв, не смог сформировать правительство. Пазл не складывался из-за всего сразу. Из-за нежелания НДИ поступаться принципами, из-за отсутствия у религиозных партий желания обсуждать варианты компромиссов, из-за вечного и неработающего лозунга левоцентристов «Раклю Биби», «Только не Биби». Итог 2019 года все же удивителен. Израиль остается демократией, которая не в состоянии сформировать коалицию, принять бюджет, но которая на уровне государства продолжает функционировать, как некий фантастический, полностью самодостаточный организм. Скептики считают, что это состояние комы. Оптимисты говорят о том, что оно стабильно, и есть шансы его изменить в марте 2020-го на очередных выборах в Кнессет 23-го созыва. К нам в студии присоединился политолог Айрик Эльман. Айрик, добрый вечер. Добрый вечер. Сложный год, и тем не менее, вот этот вывод скептиков и оптимистов, то есть пессимистов и оптимистов о том, что у нас действительно уникальная ситуация, на ваш взгляд, это и есть тот самый главный итог года? На самом деле ничего хорошего в этом нет. Государство является у нас главным заказчиком у частного сектора, главным работодателем, и поэтому главным потребителем услуг. И поэтому, когда в значительной степени экономическая деятельность государства парализована, в результате того, что политическая руководство не может принимать каких-то далеко идущих решений, то ничего хорошего в этом нет, и долго это продолжаться не может. У израильской экономики действительно есть большой запас прочности, но мы видим по последним данным по этого года, что этот запас начинает истощаться, безработица начинает слегка, но расти, темпы роста продолжают замедляться, но и проблема бюджетного дефицита, она ждет того везунчика, который, может быть, сформирует правительство после выборов в марте. Но такое вообще складывается впечатление, что вот в Кнессете есть какая-то большая группа людей, которая посмотрела, вот как мы прожили 2019 год, и подумала, да, мы 2020-й так протянем. Не протянем. Если на этих выборах не будет сформировано правительство, 2020-й год станет годом экономического кризиса, это должно быть понятно всем участникам процесса. Более того, на самом-то деле, у нас с начала года 2020-го года бюджета нет. У нас эта ситуация не может продолжаться бесконечно. Новое правительство, кем бы он ни будет, должно быть провести бюджет очень быстро. Три месяца без бюджета, новые выборы опять. Значит, проблема состоит в том, еще раз, совершенно правильно сказали вначале, эта ситуация стала результатом того, что ни одна политическая сила не была готова пойти на компромисс. Не была она готова пойти на компромисс по той причине, что все политические лидеры предвидели, что даже если новое правительство в неважном формате будет сформировано, долго оно не протянет. Это значит, что недовольный избиратель, да, очень быстро получил бы шанс расквитаться с теми политиками, которые нарушили свое слово. Нынешние выборы, они станут проверкой этого принципа, готовы ли избиратели принять тот факт, что их потенциальные лидеры все-таки пойдут на какие-то компромиссы, разумные компромиссы, для того, чтобы прекратить этот бесконечный политический процесс. Кто тогда все-таки выиграл или кто тогда проиграл? Либо в нашей израильской большой политике нету ни проигравших, ни победивших, а есть вот эта ситуация, в которой мы все находимся. Есть один победитель, у меня всякого сомнения, зовут его Бенни Ганс. Человек, который пришел на пост лидера относительно случайно. Человек, который не произвел большого впечатления на пост начальника генерального штаба. Человек, который, вся его политическая карьера сопровождалась целым рядом кризисов, утечек информации, его собственных заявлений, которые могли бы похоронить другую кандидатуру. Но тем не менее, позиционировав себя как единственную альтернативу Натаньягу, он собрал вокруг себя такое количество израильтян, которые уже отчаялись, и ненависть которых к Натаньягу является их главным фактором политического выбора, что он продолжает не просто оставаться на плаву, но и, как мы видели, между апрелем и сентябрем, его популярность и популярность возглавляемого им блока растет. Он угрожает уже своим соседям слева, партиям, которые теоретически должны быть его сателлитами, что они могут оказаться вне израильской политической шахматной доски, не пройти электоральный барьер, и поэтому он, конечно же, победитель. Но все остальные в разной степени сохраняли свою релевантность. Либо они в разной степени проигравшие. Натаньягу, получается, тогда проигравшие, если выиграл Бенни Ганс? Натаньягу не смог сформировать правительство ни в апреле, ни в сентябре. И он, конечно же, не находится в той ситуации, в которой он находился два года назад, например, в 2017 году, например, когда всем казалось, что эта музыка будет вечной. Но Ликуд постоянно продает историю о том, что государственная, некая часть государственной системы ведет личную персональную войну против Натаньягу. Это предвыборный какой-то шаг, ну, как бы у нас, как правило, голосуют за тех, кому хуже, наверное. Либо это действительно вот то, что тоже изменилось в 2019-м, и сейчас видно уже окончательно. У нас есть серьезная системная проблема. Наш аппарат государственного насилия, полиция, прокуратура не находятся ни под каким эффективным внешним контролем. Будь то политический контроль народных избранников, будь то внешне независимый контроль каких-то структур. Поэтому злоупотребление, местничество, кумовство, непотизм, нарушение прав граждан – это вещь системная. Сейчас, когда Натаньягу, который, на самом деле, очень долго эту систему решительно защищал, оказался и у нее на мушке, то понятно, что значительная часть израильского общественного мнения, которое поддерживает Натаньягу, будь то огонь, вода, медные трубы, тоже приходит к этой точке зрения. Поэтому вопрос общественного мнения показывает резкое падение доверия к этим структурам. Поэтому понятно, что что-то происходит в обществе. Но проблема, с одной стороны, полиция и прокуратура – это одна грань проблемы, а другая грань проблемы – это судебная система и Верховный суд, у которого тоже с Натаньягу ничего не складывается. Там ситуация несколько иная. Верховный суд подвергается критике уже довольно давно, до того, как вообще все это происходило. Подвергается он критике за то, что в условиях отсутствия в Израиле писанной Конституции активные и харизматичные председатели Верховного суда присвоили себе полномочия, фактически которых у них по Конституции нет, по основным законам нет. Они использовали тексты основных законов для того, чтобы, например, объявить о том, что Верховный суд имеет право отменять законы КНЕС. В нашей ситуации это и есть тот самый стоппер, который ограничивает нас от скатывания какому-нибудь недемократическому варианту формы правления? Я думаю, что нет, это ложное впечатление по двум причинам. Во-первых, всегда задаемся вопросом, кто охраняет охранников, кто следит за тем, чтобы ни одна из нас не допускала злоупотребление собственными правами. Верховный суд, это верхушка пирамиды. Председатель Верховного суда фактически контролирует всю израильскую судебную систему, начиная от мировых судов и кончая, задали окружными судами на транспорте и так далее. То есть здесь есть целая пирамида власти фактически. Кто контролирует эту пирамиду? Кто следит за тем, чтобы там действительно соблюдались законы? Это все открытые вопросы в нашей действительности. Поэтому второй ответ на этот вопрос, это то, что если в обществе развиваются антидемократические процессы, ни один суд не в состоянии их остановить. Если общество скатывается, условно говоря, в гражданской войне, как это показывали, показывают исторические примеры целого ряда сегодняшних стабильных западных демократий, суд, каким бы он полномочным ни был, с этой тенденцией не справится. Демократия начнется в народе. Без этого никак нельзя. Но тогда получается, что 2020 год так или иначе пройдет, ну как минимум, в обсуждении какой-то реформы государственной системы, то, о чем говорит Либерман, то, о чем уже говорит и Нитаньяго в том числе. И в какой-то момент мы придем к тому, что система поменяется. Выборы будут другие, партии будут другие, суд будет другой. Либо это иллюзия и вот ожидания, а государство это вот тот самый организм, которому вообще ничего не надо. Есть два варианта подобных достаточно революционных перемен. Один снизу, другой сверху. Когда в конце 89-го года правительство национального единства развалилось, тогда существовавший Шимон Перес попытался сформировать свое правительство, не удалось, Шамир создал свое правительство, тогда 100 тысяч человек вышли на демонстрацию с требованием изменения системы власти. Но с того пока не произошло. Конечно, изменения возможны и сверху. Но для этого нужен достаточно широкий политический консенсус. У нас есть силы в политике, которые, кажется, что правильно сейчас добиваться власти, говоря, что на самом деле у нас все хорошо, наша система отлично, она все прекрасно работает. Единственная проблема – это Бенемин Таньяу. Давайте уберем и все ставим на свои места. Я думаю, что это иллюзорное ощущение. Я думаю, что Таньяу рано или поздно с политической арены уйдет. Но кризис, вызванный внутренними проблемами израильской политической системы, ее несоответствием реалиям современного Израиля, останется с нами и будет только усугубляться. Алик Эльман, большое спасибо за участие в программе, ваш комментарий. Немного пессимистичный, но тем не менее я надеюсь, что 2020 все-таки будет лучше 2019-го. С наступившим Новым годом. Всего хорошего. Спасибо. С Новым годом. Смотрите далее в нашей программе. За облака. Один из главных спортивных итогов года. Татьяна Абрамсон покорила восьмитысячник Монаслу в Гималаях. Что увидела израильтянка, поднявшись в облака? Вы смотрите программу «Израиль за неделю». Не политика? Конечно, и она у нас была в 2019-м. Одно из самых удивительных и важных событий по мнению нашей редакции в прошлом году покорение израильтянкой Татьяны Абрамсон горы восьмитысячника Монаслу в Гималаях. 8165 метров. Так высоко не забиралась еще ни одна израильтянка. Татьяна гость нашей студии. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вопрос, который, я думаю, что вам многие задают. А что, собственно, чувствует человек, который поднимается на гору высотой 8 тысяч метров? Что это за ощущения? Это вот тот самый экстрим, о котором все говорят? Ну, на самом деле, на восьмитысячах происходят очень разные проблемы с организмом. Все об этом знают. Гипоксию чувствует организм. И человек практически не может там жить. Но альпинисты – это особый каст, особые люди, которые туда забираются для того, чтобы испытать эйфорию. Ради нескольких минут нахождения на вершине. Когда ты стоишь на вершине мира... Сколько минут вы были на вершине Монаслу в 8165 метров? Практически, ну, может быть, минут 10-15 и сразу пошли вниз. Что это такое? Вот что вы увидели с этой высоты? Вот, я не знаю, тут, конечно, считается Эверест вершиной мира, самая высокая гора. Но, в принципе, и здесь ты стоишь над облаками, ты смотришь, ты чувствуешь себя выше всех. И что ты добился этого, что ты к этому шел так долго и трудный путь. И все-таки ты к этому пришел, у тебя все получилось. И такая небольшая эйфория. То есть это тот самый элемент спорта? То есть альпинизм – это все-таки спорт? Или это вот экстремальное нечто, что делать не совершено? Я бы сравнила альпинистов с такими великими путешественниками, первооткрывателями. Какими-то спортом трудно назвать, хотя ты к этому готовишься точно так же тяжело, как и все спортсмены. Но дело в том, что у тебя нет публики, как в спорте. Тебя не видят, тебя не хлопают в ладоши, не говорят, какой ты молодец, ты добился этого рекорда, ты там что-то там прыгнул выше всех, побежал быстрее всех. Но здесь ты чувствуешь как-то, наверное, спорт при подготовке и что-то другое. Уже там. Уже там это какой-то особый вид. Я даже не знаю, как это, с чем это сравнить. Это особый вид какого-то увлечения, что недоступно. Только кучка людей, которые стоят вокруг, она знает, чего тебе это стоило. Групповые восхождения. Вот это восхождение было групповым. Оно отличается от индивидуальных. Вот как воспринимали израильтянку в вашей группе? Насколько вообще люди понимают, что у нас тоже есть альпинисты? Ну вообще на самом деле не понимают. Я израильтянка, которую говорю на русском языке, поэтому к этому было отношение более нормальное. Потому что все знают, что Россия, Советский Союз бывший, что там очень много альпинистов и восходителей занимаются этим всем. В Израиле жаркая страна, вообще никто не понимает. Но я специально пришила к своему комбинезону израильский флаг, очень так ходила, гордилась и всем показывала. Вот я из Израиля. И все, конечно, были в шоке, потому что не знают. Может быть, несколько людей, которые когда-то были на горах из Израиля, практически об этом никто не знает и никто никогда не видел. Но ваше восхождение заметили, судя по всему, во всем мире. По крайней мере, в профессиональных альпинистских изданиях везде написано, что это действительно какой-то рекорд. Женщина в альпинизме – это тоже что-то отдельное? Ну, вот как во всей остальной жизни. Либо вы полноправные люди, полноправные члены всего этого? Ну, конечно, женщинам сложнее, потому что все-таки находясь вне зоны комфорта, женщинам сложнее в горах, чем мужчине. Но, тем не менее, очень мировое альпинистское сообщество знает очень много женщин, которые просто удивили своими рекордами, восхождением на самые высокие горы и не только на самые высокие, но технически сложные вершины. Поэтому я не занималась альпинизмом с детства. Я отношу себя к коммерческому альпинизму больше, но такое тоже существует, это вот недавно. Но, тем не менее, я считаю, что вообще, в принципе, вот это занятие альпинизмом – это, прежде всего, преодоление себя. И неважно, как ты, как рано или поздно ты к этому пришел. Уйти невозможно. Коммерческий альпинизм, о чем идет речь? То есть у вас какие-то эмблемы и логотипы на одежде? Либо вы издали себе? Нет, это просто платный альпинизм, который ты просто идешь с гидом. У тебя есть гид-проводник, который с тобой идет. Есть спортивный альпинизм, который собираются. Люди, они тренируются, они занимаются в альплагерях, они приходят. Это спорт-общество, поэтому это, как я говорила, что это спорт. И есть коммерческий альпинизм, куда приходят люди практически даже иногда неподготовленные, что очень удручает. Но вся история восхождения – это всегда история, которая всех очень потрясает. Это крайне сложно. То есть пройти 8 тысяч метров, потом еще спуститься. Что испытывает человек на физическом уровне? Очень колоссальные нагрузки физические и очень моральное такое состояние. Ты должен преодолеть все свои страхи, ты должен быть готов к тому, что ты будешь находиться вне зоны комфорта практически, не знаю, 2-3 недели, может, даже больше. И быть готовым ко всему, потому что… Ну, а быть вне зоны комфорта, вот что это на самом деле? Ну, на бытовом уровне. Я не знаю, ну, все смотрели фильмы про альпинистов, да? Да. То есть все видели палатку, ну, мы знаем, что там актеры. Да. То есть котелок с кашей. То есть что едят альпинисты? Как они спят? То есть вообще можно ли спать на высоте, там, 5-6 тысяч метров? Да. Ну, к этому нужно, конечно, готовиться. Нужно пройти определенную акклиматизацию. До этого это очень большой труд. Ты проходишь практически пешком, готовишь свой организм до 5 тысяч, через какие-то перевалы ты идешь, очень большой трекинг делаешь пешком, постепенно, постепенно организм приучаешь к высоте. И потом приходишь в базовый лагерь, где-то на 5 тысячах. И там начинается вот эта вот зона вне комфорта, когда нет комфортных, теплых помещений, ты живешь в палатке, ты питаешься такой едой простой. И оттуда уже совершаешь какие-то акклиматизационные выходы, высотные лагеря, и готовишься постепенно к штурму вершины. Планы, творческие планы, наверное, творческие, поскольку альпинизм это все-таки творчество. 2020 год, куда вы собираетесь и когда ждать каких-то результатов? Ну, первое, что я хочу, как и все, я как и тренер, в общем-то, и всегда всем советую, естественно, повышать свой уровень технический. И нужно обязательно поехать в альплагерь, нужно потренироваться и готовиться к каким-то более сложным и техническим вершинам, и высотным. Планов очень много. Хотелось бы, конечно, поддержку в нашей стране, к сожалению, это не развито. Но, тем не менее, есть уже какая-то гора, куда вы собираетесь зайти? Ну, есть, но я не очень хочу говорить о названии этой горы, как считается такое суеверие небольшое. Ага. Все получится. Я тоже в этом уверен. Татьяна Абрамсона, спасибо большое. Спасибо за участие в программе. Больших вам успехов и покорения высот. Спасибо. Это все на сегодня. О том, как мы проживем следующие 7 дней, мы расскажем вам в нашей следующей программе «Израиль за неделю» на канале RTVI. Шавуатов, хорошей всем недели. И до встречи. «Израиль за неделю» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова